Спасибо тебе, Господь, что отданное тебе всегда умножается Эти рыбки и хлебы накормили тысячи Если наши судьбы попали в твои руки, то значит тысячи людей будут спасены И миллионы людей будут накормлены Слава тебе за это, Господь, мы принимаем от тебя такой жребий с освященными Мы принимаем такую возможность быть сами хлебом в твоих руках Который ты преломляешь, чтобы накормить людей Которых ты берешь, как свои живые воды, потому что ты когда-то нас оживотворил для себя Чтобы мы сегодня могли быть проточными И чтобы слава твоя явилась на эту землю Мы благословляем каждого человека познавать тебя больше и глубже Оставлять след на этой земле тот след, на который обратят внимание многие Я благодарю тебя, Господь, что сейчас, стоя перед тобой, мы можем тебе поклониться и сказать Ты, Господь, наш пастырь, ты учитель, ты совершенный наставник Ты величественный в своих делах, ты могущественный в своих намерениях Их никто не может остановить И мы хотим быть частью твоего плана на этой земле И в центре твоей воли проводить дни своей жизни Поэтому все, что навязано врагом, все, что навязано дьявольскими предложениями Какими бы красивыми они ни казались, мы от них отказываемся Я благодарю тебя, потому что у нас есть призназначение Есть тот, кто нас призвал Есть тот, кто нас поставил, чтобы мы шли и приносили плод И во имя Иисуса Христа я передаю тебе это время И благодарю, что мы можем благословлять друг друга Твоим высоким духом, высоким именем И можем говорить слово, которое у нас Ты дал нам в наши уста Это моя Библия Я есть то, что в ней сказано, я есть Я имею то, что в ней сказано, я имею Я могу то, что в ней сказано, я могу И теперь я смело заявляю Мое сознание готово Мое сердце открыто Принять непорочное, неизменное, вечно живое Семя Слова Божьего Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда Во имя Иисуса Христа, аминь Аминь Присаживаемся в Божьем присутствии И пусть Господь сейчас говорит с нами, к нам Говорит глубоко и работает глубоко У меня сначала такой вопрос Тема не сложная Тема, с одной стороны, простая, но очень практичная И исходя из того, что мы сейчас можем принять, услышать Это может изменить кардинально нашу жизнь В новую глубину отношений Но для этого у меня вопрос к вам такой Когда мы слышим слово дружба Какие ассоциации у нас возникают? Радостные, хорошие, еще? Доверие Хочется оказать кому-то, да? Любовь, да, она вытекает из дружбы Если любовь есть, а дружба ушла, и любовь начинает таять Верность Принятость Молитва Друг за друга, да? Единство Хорошо, спасибо То есть ни одного отрицательного ощущения не возникает При слове дружба А вот я хочу поговорить сегодня о полярности дружбы Полярность – это значит разные концы Потому что то, что я услышала в начале недели То это меня подвигло в эту тему пойти А услышала я Слово местописания Дружба с миром Есть вражда Против Бога И вот оказывается само по себе понятие дружба Хорошее Но с кем ты эти отношения начинаешь выстраивать Зависят и последствия, и результаты, и влияние на твою жизнь И поэтому я хочу сегодня эти полярные вещи просмотреть И, конечно, уделить больше времени отношению той дружбе, которая созидательна И которая связана со Христом И что дает такой союз и такие отношения Какие примеры этого есть в Священном Писании Но начну с этого отрицательного, как предупреждения Потому что сегодня пришло время, когда вот эта разница Она должна быть проявлена Разница между служащими и неслужащими Между поклоняющимися Богу и не поклоняющимися Между теми, которые отдали свою жизнь на алтарь Божьей любви, Божьего призвания, Божьей воли Либо те, которые говорят Вот сейчас это мое время, а вот это твое время А тут я без тебя могу пожить Может быть, не говорят откровенно, но живут так И поэтому дружба с миром Это не просто проведенное время вне Бога А это вражда против Бога И надо для себя эти вещи очень четко отметить Чтобы понять, я сегодня в какой позиции по отношению к Богу Я враждуюсь с Ним И думаю, что я пришел в служение, значит все нормально И здесь, чтобы у нас не было иллюзий, друзья Потому что Господь за этим очень тщательно наблюдает Если кто-то говорит, ну меня же Бог всегда прощает Да, прощает Но тогда, когда ты об этом просишь И дальше не идешь это делать А когда ты просто живешь под этим лейблом Да, вот у меня же есть отношения И поэтому меня же Бог всегда простит Но я хочу сейчас прочитать некоторые местописания Но сначала прочту само определение дружбы, которое звучит в словаре Оно достаточно емкое Иногда мы говорим слово дружба Но мы не вкладываем всего того, что есть вот в этом определении Дружба — это устойчивые, личные, бескорыстные взаимоотношения между людьми В основе которых лежит симпатия, общность интересов, духовная близость, взаимная привязанность Дружба предполагает общность увлечений, взаимное уважение, взаимопонимание и взаимопомощь Но если мы сюда поставим на это место слово «дружба с миром», тогда я возьму только некоторые Общность интересов Духовная близость С кем? У мира есть тоже князь Это не будет просто связь с каким-то деянием мира Это будет общность интересов с князем мира Дальше взаимная привязанность Почему Господь сказал, что невозможно служить Богу и мамоне? Потому что взаимная привязанность она уже к кому-то привязала И эта взаимосвязь, она будет видна в деятельности Она будет слышна в словах Она будет ощутима в отношениях И она предполагает общность увлечений И таким образом мы можем понять, на что уходит наше время На что уходят наши внутренние ресурсы, усилия Общность увлечений То есть что-то увлекает И сходя вот даже из этого текста, мы уже понимаем Невозможно дружить и с тем и другим Невозможно Тогда получается, что ты либо делаешь вид и форму, что я вот здесь А вот с этим у меня увлечение С этим у меня время С этим у меня интересы общие И вот это, друзья, называется лицемерие Это называется самообман Если кто, может быть, искренне в это верит Но это обман И жить в этом нельзя Оставаться на двух стульях Или, как знаете, есть такая история Притча, не притча Когда человек все никак не мог решиться В какую ему сторону перейти забор Либо на светлую сторону, либо в темноте Он на заборе сидел Долгое время сидел на заборе И говорит, я вот и то, и то езжу И там, и там живу И когда пришел дьявол забирать свою территорию Он и забор забрал Потому что он сам его строил И поэтому на заборе не высидишь Надо занять позицию И эту позицию надо занять совершенно четко Конкретно, откровенно И если Господь предупреждает и говорит Дружба с миром – это вражда со мной И вот для этого есть у Иакова Вернее, у Павла в Коринфянам В послании к Коринфянам Где он описывает состояние людей Которые продолжали жить в каких-то своих интересах Не хочу оставить вас, братья, в неведении Что отцы наши все были под облаком Все прошли сквозь море Все крестились в Моисея В облаке и в море И все ели одну и ту же духовную пищу Вот мы сидим за одним столом Мы проводим какие-то совместные, может быть, встречи, выезды И это все общее, да Общее погружение, общее питание Почему-то дальше мы читаем И все пили одну и ту же духовную питье Ибо пили из духовно последующего камня Камень же был Христос В Ветхом Завете, но они уже жили Новозаветними посланиями То есть это какое-то очень интересное сочетание Потому что они верой могли простираться вперед И брать оттуда то, что еще не было видимо И питаться этим Но не о многих из них благоволил Бог Ибо они поражены были в пустыне А это были образы для нас Чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали И в один день погибло их 23 тысячи Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей Сегодня многие боятся колдовства А колдовство – это образ змей И вот тогда, когда мы не искушаем Христа, живем в дружбе с Ним То змеи нам не страшны Они не могут к нам приблизиться И тогда жить в страхе от колдовства нет смысла Надо просто разрушать его и идти дальше Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребления Это образ недовольства Недовольство в разных сферах Или кем-то, или чем-то Но здесь это тоже имеет свои последствия Все это происходило с ними как образы А описано в наставлении нам, достигшим последних веков Посему кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть Часть пропускаю, потому что у нас сегодня при части Я хочу прочитать эту часть Чаша благословения, которую благословляем Не есть ли приобщение крови Христовой Хлеб, который преломляем Не есть ли приобщением тела Христова Один хлеб, и мы многие одно тело Ибо все причащаемся от одного хлеба Я хочу сейчас сказать такую вещь, друзья Когда мы причащаемся, и для нас это уже стало нормой Многие это делают в своих домах И мы это делаем здесь Но мы не знаем образ жизни каждого из присутствующих И поэтому мы не накладываем вето ни на какую судьбу, ни на какую жизнь И говорим, вот тебе не надо это делать Но для того, чтобы нам быть отделенными Вот от того, что перечислено Ропот, искушение Христа Или разврат, или еще какие-то зависимости Чтобы нам быть отделенными, потому что мы от одного тела питаемся Мы к одной крови прикасаемся То мы просто объявляем От всего того, что в очах твоих нечисто, Господь Отдели нас Присоедини только к тому, что чистое, здоровое и живое И что тогда происходит? Тогда вроде бы люди пытаются причаститься Оставаясь в грехе Но не получится Надо грех оставить И тогда причащаться И поэтому, когда мы с вами приходим Либо, допустим, осознавать Каяться перед Богом И тогда причащаться С намерением Не жить в этом грехе Потому что это дружба с миром Вражда против Бога И поэтому здесь все люди взрослые По крайней мере, я обращаюсь к взрослым Я хочу, чтобы это понимание И ощущение значимости Этого послания Оно сегодня в нас Отделило мир от нас А не нас от Бога И это все возможно и реально Потому что мы с вами идем к тому Что называется Божьим предупреждением Потому что Не можете бить чашу Господнюю Чашу Бесовскую Не можете быть участниками В трапезе Господней В трапезе Бесовской Неужели мы решимся Раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Это такой момент Вступления в то, что я хочу теперь перейти К дружбе с Богом Дело в том, что, друзья Когда мы этот выбор делаем Где, когда, с кем нам дружить Очень интересное наблюдение В моей жизни Что многие люди не умеют Дружить на троих В каком смысле? С одним человеком нормально дружить Третий появился Начинаются конфликты Потому что кому-то больше внимания Кто-то, может быть, захотел пойти Другой не захотел пойти И вот как только третий человек появляется Возникают какие-то странные отношения И вот почему-то часто Именно Христос оказывается третьим Потому что здесь мне все понятно Вот здесь вот У людей есть общие интересы Куда-то пойти Романтика или еще что-то А Христос, ну сейчас Ну как Христос? Я помню, когда С одним гостем Еще будучи молодой девушкой Когда мне там было в районе 20 лет Приехали к нам гости из другого города Я очень люблю свой город И его окружение И с удовольствием показывала его Тем гостям, которые приезжали Это были белые ночи И вот мы прогуливались по нашему городу Я показывала город И в то же время говорила о том Что Бог мне, допустим, открывал, показывал И вот этот гость, который был молодым человеком Он мне задает такой Для меня тогда странный вопрос Он говорит, скажи, а когда ты будешь Своим молодым человеком гулять Ты так же будешь о Боге говорить? Я так на него посмотрел Говорю, да А он говорит, неужели? Я говорю, ну если это горит в моем сердце Я не могу о другом говорить И мне не нужен человек рядом Который не будет разделять Эту ценность И вы понимаете Он тогда немножко опешил И причем он был из проповедующих Для меня это вообще такой вопрос возник Думаю, это как? Человек этим не живет, значит А мне казалось, что раз ему это близко То мы сейчас об этом и поговорим И поэтому Третьим Часто оказывается Иисус С которым как-то вот Он сейчас не совсем здесь нужен Потому что А мы сейчас хотим немножко с миром А мы сейчас хотим немножко С какими-то странными интересами Подружиться То я хочу сказать, друзья Есть ценность От дружбы с Иисусом С вечным продолжением И выстраивать эту ценность сейчас Это не выбор Христа Он уже все сделал Это наш выбор Будет ли Иисус моим другом? Будет ли Он третьим лишним? И Он будет единственным И вокруг которого Соединятся те Которые разделяют мою ценность И вы знаете, Иисус Он явил отцовскую любовь Но тогда, когда происходило творение То сотворил Господь человека Для чего? Помните, что Он делал С Адамом и Евой? Прогуливался в прохладе сада И прохладе дня Потому что Он хотел время проводить Со своим творением Он сотворил нас Не потому, что Ему было скучно А потому, что Он захотел Проявить свою любовь и дружбу Настолько, чтобы человек захотел С Ним быть вечно И поэтому сегодня, когда мы Начинаем размышлять А можно ли дружить с Иисусом? Можно ли дружить с природой Отца? И это говорит об общности интересов Это говорит о ценности времени Которые мы можем проводить вместе И в этом смысле Есть такие слова У Христа, которые Он говорит В Евангелии от Иоанна Сия есть заповедь моя 15 глава Да любите друг друга Как Я возлюбил вас Нет больше той любви Как если кто положит душу свою За друзей своих Прежде чем Иисус пошел на крест Он увидел друзей в нас И Он положил свою душу за друзей А станем ли мы другом Либо мы станем человеком Который Да, Иисус Мне надо твое спасение Конечно, я услышал об этом Что надо быть спасенным Через твою жертву А вот дружба Это что-то более глубокое И оно мне кажется Не совсем интересным Вы знаете Сейчас, когда поклонялись Я увидела такую удивительную картину Когда было предложено Войти в сад Оказавшись в том саду Который я бываю Не первый раз Прямо на скамейке Уже сидел Ожидал Иисус И когда я к Нему подсела Вы знаете Я только сейчас вернулась С поездки И у меня эта неделя Была очень загруженная По перемещениям По общениям По времени И естественно Истощение физическое определенное Я села просто Чтобы отдохнуть И когда я положила На грудь Ему голову Я была в одежде Вроде бы как светлой Ну просто одежда И как только положила На грудь голову Я видела Что от Его дыхания Стала на мне Появляться Его фата И стала преображаться Одежда В невесту Без каких-либо Моих усилий Просто Он дышит Когда ты В Его объятиях Находишься И тогда Одежда невесты Становится естественным Реализованным Его дыханием И тогда Когда нет времени С Ним посидеть Когда нет времени С Ним провести Где-то просто Биение сердца Послушать То нет и одежды Она от Его духа Она от Его жизни Она от Его света Как вы думаете Иисус выбрал Иоанна Либо Иоанн Иисуса Быть любимым учеником Иоанн выбрал Иисус выбрал 12 Это был Его выбор А оказаться в позиции Любимого ученика Выбрал Иоанн И тогда Когда все говорили Не я ли Господи А Петр говорит Иоанну Спроси кто Потому что он был уверен Что это не Иоанн Уж Иоанн настолько любит Он не может предать Он всегда на груди И потому друзья Когда мы начинаем понимать Что мы выбираем Позицию дружбы И мы проводим Время с Ним И мы общность Интересов определяем Через то Что у Него они уже есть И вы знаете От того что мне тогда Этот гость Сказал что надо О чем-то другом говорить Это не изменило Мои интересы Это просто меня Немножечко отодвинуло От него еще дальше Потому что я понимаю Что это не тот человек С кем Даже вот сейчас Просто пройти время Чтобы оно меня созидало Я могу показать И я показала Я сделала Что от меня зависело Но дальше это просто могло Отодвигать И поэтому Мы определяем интересы И говорим Со Христом О Его интересах С учетом того Что наши интересы Подчиняем под Него И поэтому Иисус Иисус Я уже не называют Я уже не называю А если ты А если ты А если ты сомневаешься То значит Не знаешь Его сердце И поэтому Когда ты постоянно С ним решаешь вопрос У тебя будет Сила решать их А когда ты думаешь Я там что-то сам сделаю Потом к нему приду Не получится решать Потому что у тебя сила Там кто-то ее истощил И вы знаете Даже когда мы можем ошибаться В дружбе со Христом Мы можем ошибаться Потому что иногда Импульсивность Иногда привычка Иногда может быть Какие-то уже известные Протоптанные дороги Мы по ним пошли А Иисус вообще-то Не этой дорогой Предлагал идти И вот Кто из вас знает Крисовал Это на его Фиаско Одно из них Он будучи пророком Говорит людям Вдохновляющие слова И вот подошла к нему Одна женщина И он так почувствовал Любовь Божью к ней Что стал пророчествовать В ее адрес Какие-то очень высокие позиции В обществе Очень сильное влияние Ее служения дальше Ее жизни И он вдохновленный Тем словом Которым вдохновлял ее Пошел домой И услышал Такой вопрос Когда ему Господь говорит А как ты собираешься Это все сделать В ее жизни Он так удивился И говорит Как Господи И я сделать Разве это не ты сказал Он говорит Я этого не говорил Ты поторопился Он говорит А что делать теперь Но говорит Ради дружбы Я это сделаю Вы понимаете Друзья Что происходит Если мы движем И его чувствами Он не злобу Высвободил Он не проклятие послал А он благословение сказал Но повыше Чем то Что Бог хотел Ну по крайней мере На данном этапе Да И поэтому Если мы движем И любовью Мы движем и дружбой Божьей дружбой И когда мы движем И этим чувством То если даже Что-то не то Мы сказали Господь найдет Как исправить Подправить Как это осуществить В конце концов Потому что Его то желание Он благ Милосерд И долготерпелив И много милостив И вы знаете Что еще удивительно Когда мы говорим О дружбе То мы не говорим О сентиментальности Со Христом Мы говорим О разных обстоятельствах жизни И одно из них Когда Иисус говорит В Евангелии от Луки В 12 главе 4 стих Говорю же вам Друзьям Моим Не бойтесь Убивающих тела И потом Не могущих Ничего более сделать То есть Он предупредил Что ситуации Это будут разные Но вы друзьями Останетесь И даже если Кто-то будет Претендовать На твою судьбу Претендовать На твое тело Не бойся Потому что Твоя жизнь На этом не закончится Я уже победил Смерть и ад Я хочу Благословить И вдохновить Если так можно Этим посланием Говорю же вам Друзьям Моим Не бойтесь Убивающих тело И потом Не могущих Ничего Более сделать И как пример Этого Иоанна Иоанна Одиннадцатая Глава Когда умер Лазарь То мы знаем Он пришел Говорит Лазарь Друг наш Друг наш Уснул Но я иду Разбудить его Если человек Был другом Божьим Он точно Его разбудит Разбудит Пробудит Преобразует Он не даст Ему заснуть Сном вечным Он не даст Ему заснуть Смертельным сном А он его воскресит Тогда когда надо Я есть воскресение Жизнь Верующий в меня Если умрет Оживет Это перспектива Дружбы со Христом И в премудрости Иисуса Сына Сирахова Есть такие слова Верный друг Крепкая защита Кто нашел его Нашел сокровище Я думаю Что крепче чем Дружба со Христом Никакой быть не может Кто нашел его Это крепкая Защита И это Сокровище Верному другу Нет цены И нет меры Доброте его Верный друг Врачевство Для жизни И боящиеся Господа Найдут его Боящийся Господа Направляет Дружбу свою Так Что каков Он сам Таким Делается И друг его Как это сильно Если мы поставим Христа на это место Ведь он же Всегда вот Верный в дружбе Боящийся Господа Направляет Дружбу свою Так А Христос Был исполнен Страха Господнего И это было Видно Потому что Он не по слуху Ушей Не по взгляду А чей судил дела Он исполненный был Духа Божьего И страха Божьего И в том Что теперь Дружбу нашу С нами Может направлять Так что мы Станем как Он И это на самом деле Реально Чтобы он Сегодня жил В нас Ходил через нас Смотрел через нас И вы знаете Когда Господь Устраивал свои отношения С Авраамом С чего все начиналось Сразу ли возникла Дружба Авраама С Богом А с чего Все начиналось С верностью Авраама И послушанием Когда Авраам Был просто послушан Тому что делает Голос Божий В его жизни Пошел Вышел Из ура Халдейского А как вы думаете У кого здесь Все устроено Есть дом Есть работа Есть окружение Хотите ли вы Переезжать Куда-нибудь Если все устроено Как Бог даст Ну значит Не совсем все устроено А вот тогда Когда уже все есть Я сейчас не говорю Только об отдельно Есть работа Нет дома Есть дом Нет работы А вот все устроено У Авраама Точно там все было устроено И Бог ему говорит Авраам Выйди Из ура Халдейского Из того Вавилона Который устроен так Что самый минимальный дом Был на 14 комнат В то время В Вавилоне То есть там так люди жили Там уже обучались Математике Дети Обучались Иностранным языкам Дети В то время И вот из этого Устроенного Места Бог говорит Авраам Выйди И стань кочевником Где-то в пустыне Где-то вообще С людьми Какие там могут Тебя колодцы Твои засыпать И вообще Тебе и воды Не будет хватать Выйди Авраам Там еще с лотом Ты поссоришься И тебе придется Выбрать земли Не лучшие Вот это вот Немножечко Да как-то странно Но это и есть Формирование Авраама В его отношения С Богом Чтобы стать другом И в результате Когда Авраам Был в этом послушен Когда он делал Шаг за шагом И в результате Что мы читаем Про Авраама Утаю ли я От Авраама Что хочу сделать Сегодня так Многие люди Задаются вопросом Господи А что будет А где будет А как жить Куда бежать Или не бежать Утаю ли я От Авраама Как от друга моего Что хочу сделать Не утаю А ведь Он нам дал параллель Как было В одни Ноя Как было В одни Лота Содом и Гамора Так будет В одни Сына Человеческого Значит Вот эти дружественные Отношения Позволяют нам Заглянуть вперед А что же будет Господи Он говорит Утаю ли я Я не буду Тайну свою Удерживать От своих друзей Потому что Я открываю Своё сердце Я открываю Послание Друзьям Они не предадут Они пойдут до конца Они не испугаются Потому что Те которые будут Претендовать на их плоть Они не могут взять Их душу Они не могут взять Их дух Потому что Это всё Что связано Со мной От Авраама Точно произойдёт Народ великий И сильный И благословения И благословятся В нём Все народы Земли Вот тогда Когда ты встал В позицию Друга Божьего От тебя Точно Произойдёт Народ Великий И сильный Друзья Примите Это послание От Бога Сейчас Примите Потому что Хотите иметь Наследство Сильное Будьте Друзьями Богу Он позаботится Он знает Как он это сделает Ибо я избрал его Для того Чтобы он заповедовал Сынам своим И дому своему После себя Ходить путём Господнем Творя правду И суд И исполнит Господь Над Авраамом Что сказал о нём И надо сказать Что он это говорил Тогда Когда у Авраама Ещё не было детей И сказал Господь Вопль содомский Игоморский Велик Он и грех И грех их тяжёл Он весьма Сойду и посмотрю Точно ли они поступают Так как вопль На них Восходящий ко мне Или нет Узнаю Как вы думаете Сегодня вопль земли идёт Ещё какой Из-за разных причин Это и военные действия Это и смерти Это и болезни Это потеря работы Это потеря места Жилища своего Это потеря родины И так далее То есть сегодня Вопль велик И от извращений И от несправедливости И вот тогда Когда во дни Авраама Это было То Авраам Как друг Стал ходатаем За этих людей И вот тут странно Друзья Потому что нам хочется Или не нам Слава Богу Но мы слышим Сегодня такие послания Вот их бы там Расстрелять Их бы убить Этого Снять этого Поставить этого И так далее Откуда это У Авраама Как у друга Господь Не найдётся ли Там 50 праведников Ну не найдётся Лид 45 Ну а если не хватит Пяти Неужели погубишь Праведного С нечестивым Вот как друг Размышляет Вот как он знает Сердце своего отца И сегодня Так важно нам Друзья Не любить Отдельно взятую Категорию Не любить Отдельно взятую Нацию Не любить Отдельно взятую Страну Любить человека В этом сердце отца И когда мы В дружбе с ним Мы его транслируем Потому что мы Становимся как он Он нас как друзей Туда подтягивает До своего уровня И вы знаете Всю эту систему Авраамова Ходатайства Не буду её прочитывать Она достаточно Объёмная И сейчас Коротко хочу ещё Показать на примере Давида И Иоаннафана Как их отношения Складывались Потому что они тоже Не были С одной стороны Простыми Но с другой стороны Где-то спонтанными Тогда когда Иоаннафан Будучи уже зрелым Воином Когда пришёл Давид Покорять Голиафа Он не собирался покорять Но он там оказался В это время И вот все воины И Иоаннафан В том числе Они в страхе Они не знают Что делать И вдруг появляется Какой-то мальчик И совершает Вот это вот Странное действие Победу над Голиафом И Иоаннафан Как сын своего отца Саула Пошёл за Давидом Чтобы послушать О чём будет разговаривать Отец с Давидом И пока он разговаривал Он внимательно слушал Когда кончил Давид разговор С Саулом Душа Иоаннафана Прилепилась к душе его И полюбил Иоаннафан Как свою душу Он вдруг Что-то увидел Вот в этом ребёнке В этом молодом человеке Увидел что-то такое Чего не хватало ему Это прилепило его Душу к нему И вы знаете В этом был Бог Потому что это Стратегическая Божья логистика Которая потом понадобится Давиду Чтобы его защитить Но потом И понадобится Иоаннафану Чтобы его сын Не умер с голода И это всё Так у Бога заплетено И когда мы начинаем Наблюдать за этими моментами И мы видим Что сердце Иоаннафана И посмотрите Как они Выстраивались эти отношения Иоаннафан же заключил С Давидом союз Ибо полюбил его Как свою душу И как это происходило И снял Иоаннафан Верхнюю одежду свою Которая была на нём Отдал её Давиду Так же и прочие одежды свои И меч свой И лук свой И пояс свой То есть он полностью разделся И передал всё Давиду И сегодня люди Которые заключают завет Друг с другом На основании Каких-то интересов Особенно Кто сейчас стал христианином А заключал завет С кем-то Будучи неверующим человеком Вы знаете Мне с таким приходится Встречаться много И часто И когда люди говорят Я не понимаю Что со мной происходит А вдруг Начинаем докапываться А у него завет был Да ещё и кровный С кем-то И вот сейчас Ему никак не выбраться Ни из каких-то лабиринтов Он уже со Христом А завет был заключён Потому что заветы Они просто так Не отваливаются Если заключён завет Его надо либо усилить Своим согласием Либо разрушить И оставить в прошлом Если эти заветы Не были правильными Ведь многие на уровне Подросткового периода Возраста Заключали заветы Ещё и кровные Либо подписи Либо ещё какие-то Вот здесь менялись одеждами Это тоже акт Подтверждающий В духовном мире Это действие И поэтому Если кто-то В зале Когда-то вспоминает Было в вашей жизни Не оставьте Это без внимания Сейчас Если надо Усильте этот завет Если нет Разрушьте его Откажитесь от него Попросите прощения За то, что вы Когда-то могли Сделать это В небрежности Либо в незнании В невежестве Потому что Иначе Судьба того человека И нечистый мир Через того человека Будет иметь Открытую дверь к вам Поэтому надо отделить себя От неправильных заветов И всё, что Бог напомнит Сделайте это Потому что Мы не сможем Быть в завете с Богом И в завете с теми людьми Которые вне Христа Заветные отношения В семейном плане Это важно И утверждать Этот завет Через нитку Скрученную втрое Чтобы ещё Христос Там был третьим Который этот завет усиливает И говорил Саул Иоаннафану Сыну своему И всем слугам своим Чтобы умертвить Давида Но Иоаннафан Сын Саула Очень любил Давида И естественно Стал за него заступаться И известил Иоаннафан Давида, говоря Отец мой, Саул Ищет умертвить тебя Итак, берегись завтра Скройся И будь в потаённом месте А я выйду И стану подле отца Моего на поле Где ты будешь И поговорю о тебе Отцу моему И что увижу Расскажу тебе И говорил Иоаннафан Доброе О Давиде Саулу Вот признак дружбы Говорит доброе А друг о друге Отцу своему И сказал ему Да не грешит царь Против раба своего Давида Ибо он ничем Не согрешил против тебя И дела его Весьма полезны для тебя Он подвергал опасности Душу свою Чтобы поразить Филистимлянина И Господь Соделал великое спасение Всему Израилю Ты видел это И радовался Для чего же ты хочешь Согрешить против Невинной крови И умертвить Давида Без причины И послушал Саул Голос Иоаннафана И поклялся Саул Жив Господь Давид не умрет И позвал Иоаннафан Давида И пересказал ему Иоаннафан Все слова сии И привел Иоаннафан Давида к Саулу И он был при нем Как вчера И третьего дня Да это не продолжилось Долго Но однако Ходатайственный голос Может менять статус Может вводить В присутствие Оставлять при царе Даже если он Сейчас настроен против И мы знаем что потом То копье Которое кинул В Давида Саул Когда тот играл Оно вызвало Соответственно Реакцию Давида Что он убежал Из дворца И вот те отношения Которые потом Пытался выстраивать Уже Саул с отцом Вернее Иоаннафан с Саулом Как с отцом Чтобы пытаться договориться Но понял бесполезно А почему? Да потому что Зависть пришла В сердце Саула Потому что он пропустил Эту стрелу И мы видим И сказал ему Анафан Нет ты не умрешь Вот отец мой Не делает ни большого Ни малого дела Не открыв ушам моим Для чего же бы отцу моему Скрывать от меня Это дело Этого не будет То есть он так Не мог Не хотел поверить в это Что все таки Он его может убить И сказал Анафан Давиду Чего желает душа твоя Я сделаю для тебя И сказал Давид Анафану Вот завтра новомесяч Я должен сидеть с старем Отпусти меня И вы знаете эту историю И он пошел Благословил его миром Ты же сделай милость рабу твоему Ибо ты принял раба твоего В завет Господень с тобою Посмотрите Есть завет с Господом А есть завет Господень Друг с другом Это брачный завет Это завет Отношений человека с Богом И вот здесь И человека с человеком Если эта дружба Начинает выстраиваться Так глубоко Пропускаю часть И встал И отвечал И Анафан Саулу Отцу своему Сказал За что умершлять его Что он сделал Тогда Саул бросил копье в него Чтобы поразить его И Анафан понял Что отец его Решился убить Давида И встал И Анафан И застала В великом гневе И не обедал Во второй день День новомесяча Потому что Оскорбел о Давиде И потому что Обидел его Отец его И отдал Анафан оружие Свою отруку Бывшему при нем И сказал ему Ступай Отнеси в город Отрок пошел А Давид поднялся С южной стороны И пал лицом своим На землю И трижды поклонился И целовали они Друг друга И плакали оба вместе Но Давид плакал более И сказал Анафан Давиду Иди с миром А в чем клялись мы Оба именем Господа Говоря Господь да будет Между мною И между тобою И между семенем моим И семенем твоим То да будет Навеки И встал Давид И пошел Анафан Возвратился в город И сказал Давид Не остался ли А И вот прошло время Прошли годы И в результате Когда В одном из мест Саул И Анафан говорит Если я буду жив То окажи мне милость Почему так Давид мог Вернее Анафан Мог так сказать Потому что он понимал Что то что происходит С Давидом сейчас Он говорит Враги Давидова Будут убраны Он четко понимал Что все враги Давидова Будут убраны А Саул наоборот Говорил Если ты будешь С ним дружить То ты никогда Царство не наследуешь А Анафану было Уже не до царства Ему хотелось Помочь Давиду Стать царем Посмотрите Посмотрите Что такое Дружба Из дома Саулова Я оказал бы Ему милость Ради Анафану Посмотрите Посмотрите Мы просто хотим Слушать его голос Потому что нам Не все равно О чем он мечтает Нам не все равно Какие у него Есть намерения На нашу судьбу Мы не будем С ним торговаться А мы просто говорим Да Господь Возьми меня в удел И употреби Как хочешь ты И сказал царь Нет ли еще Кого-нибудь Из дома Саулова И оказал бы Милость Божью И сказал Сива царю Есть сын Анафана Хромой ногами И какой итог И сказал ему Давид Не бойся Когда привели Мимф и Васфея Я окажу тебе Милость ради Отца твоего Анафана Возвращу тебе Все поля Саула Отца твоего И ты всегда Будешь есть хлеб За моим столом Скажите А зачем тогда Такие поля Когда ты будешь Есть хлеб за моим столом А что было Чтобы увидели Что царь Вот так Отмечает Мимф и Васфея Сына И Анафана И поклонился Мимф и Васфей И призвал царь Сиву Слугу Саула И сказал ему Все что принадлежит Саулу И всему дому его Я отдаю Сыну господина твоего И так обрабатывай Для него землю Ты и сыновья твои И рабы твои И доставляй плоды ее Чтобы у сына Господина твоего Был хлеб Для пропитания Мимф и Васфей же Сын господина твоего Всегда будет Есть за моим столом У Сивы было Пятнадцать сыновей Двадцать рабов То есть не только Поля Еще и вот Рабы И сыновья Все будет работать Для того чтобы у тебя И не только у тебя У твоего потомства Был хлеб И сказал Сива царю Все что приказывает Господин мой Царь Рабу своему Исполнит раб твой Мимф и Васфей Ел за столом Давида Как один И сыновей царя Я хочу друзья Чтобы мы с вами Реально сделали Вот этот выбор Дружба с миром Есть вражда Против Бога Находиться в стане Божьем И быть Ропщущим Быть Человеком Компромисса Быть живущим На двух стульях Это то же самое Что было с Ропотниками И которые погибали И от змей И от пустыни И поэтому он говорит Не живи такой жизнью Это вражда Будешь ли ты силен Чтобы вражду эту Потом выдержать Но я предлагаю тебе Дружбу Я предлагаю тебе Не нейтралитет А дружбу А для этого надо Общенность интересов Сверить Для этого надо Посмотреть время Как ты проводишь Его и с кем Для этого важно Чтобы ценности неба Они тебя захватили И чтобы ты жил В этом потоке Поэтому Полярность дружбы Выбираем мы Какую Зону Какой Полюс Займем В этой дружбе И главное Что почему-то Здесь не говорится О серединке А люди Многие хотят Быть на серединке Вот на том заборе Забор уйдет Я уже сказала Куда Поэтому лучше слезть И как можно быстрее В правильную сторону Соответственно Друзья Пусть Господь Благословит нас Сейчас Когда мы будем Пить от чаши Есть от тела Христа Чтобы мы с вами Были в числе Тех людей Которые Выбирают дружбу И называют об этом Говорят В духовный мир Я отказываюсь От этого мира Я отказываюсь От его предложения Я отказываюсь От всего того Что дьявол Хочет мне Сегодня обернуть В какую-то обертку Красивую Я от этого отказываюсь Но я принимаю Дружбу Которая мне Протягивается С небес Я принимаю Ту дружбу Которую он сказал Я не буду Навязывать Свою дружбу Но если ты будешь Проводить со мной Время Ты даже не заметишь Как ты переоденешься В одежду невесты Ты просто Станешь естественным образом Давайте мы встанем Чтобы поклониться Богу Небесный Отец Я благодарю Тебя Что мы сейчас Принимаем от Тебя Это предложение Мы принимаем Предложение Войти в отношения Которые глубже Чем были Я благодарю Тебя Потому что мы Те дети Которые Не остаемся В детстве Хотим возрастать Возрастать В понимании В осознанности Возрастать В Твоем Царстве Чтобы нам Принадлежало Не только Право на наследство Но и возможность Им пользоваться Потому что Возраст пришел Соответствующий Я благодарю Тебя Господи Что мы стоя Перед Тобой Говорим Друг души Начальник жизни Спаситель мира И спаситель Каждого из нас Благослови нас Общностью интересов Быть увлеченными Чтобы не интересы Этого мира Которые увлекали Может быть когда-то Сейчас вставали На весы А чтобы они были Отвергнуты Осознанно Я благодарю Тебя Господи Что я хочу Благословить Твой народ Способностью Выйти из любого Компромисса Твоя любовь Она протянута Твоя рука Дружбы протянута И когда-то К нам приходили Эти посылки Из-за Границы Которые так и назывались Рука дружбы Люди помогали людям И я благодарю Тебя За то Что это делали А теперь Пусть будут Благословлены Эти страны Потому что Когда-то Они протягивали Руку помощи Пусть и сегодня Россия сможет Протянуть Руку помощи Чтобы никакая Страда Никакой народ Не остался В голоде В сиротстве В холоде Поэтому мы Благословляем Благословляем Слава Тебе Слава Тебе Господь Новое Я выведу Я выведу Тебя на пространное Место Я благодарю Тебя Господи Что мы молимся Друг за друга И принимаем Твою дружбу Меняем Любую зависимость На Твою свободу Меняем Любое мнение Человеческое На мнение Царя Царея Нас Что Ты Видишь Нас Царственным Священством И Ты Видишь Нас Невестой Своей А значит Ты готовишь Нас Ко встрече С женихом Я благодарю Тебя За это Что Дружба Она Переходит В полноту Любви Потому что Именно Любящее Сердце Привлекает В этой Дружбе Другого И дай нам Полюбить Тебя Больше Чем Себя Самих Потому что Прежде всего Возлюбить Господа Всем сердцем А потом Уже И себя Потому что Тогда Любовь Будет Верной А полюбив Себя Полюбить Ближнего Потому что За него Так же Положена Цена Я молюсь О том Чтобы Дружба Пришла В отношения В любую Команду Служащих Тебе В любую Семью И там Где доверие Подорвано Ты знаешь Как исцелить Отношения И восстановить Мосты Я благодарю Тебя Что мы об этом Молимся А Ты знаешь Как отвечать Как отвечать На наши просьбы Господь Будь благословен Будь благословен В этот час И в это мгновение Во имя Иисуса Христа Аминь Субтитры